Это вредительство, самое натуральное. Да нас истребить хотят побыстрее, а не вылечить. Не просто лозунги в руках, а возмущение. 200 человек взывают к совести чиновников здравоохранения. В Рубцовске закрыли и продолжают закрывать медучреждения. Сначала реабилитационный центр для семипалатинцев, теперь круглосуточный туб-диспансер. Это новость для жителей, как удар электрошоком. Город Рубцов является одним из лидеров заболеваемости туберкулеза не только в Алтайском крае, но и на территории России. По неофициальным данным, которые гуляют в интернете, на учете в Рубцовском туб-диспансере полторы тысячи человек. По официальному Минздраву 350. И мы предложили альтернативу. Лебяжинский туб-диспансер – это за 50 километров от дома. Но большинство пациентов ездить туда не собирается. Неужели я буду ехать маршрутки, я буду сидеть, давиться и не смогу покашлять? Естественно, у меня кашель. Я буду кашлять. Хоть я и в руку, а оно-то разлетается. Куда оно? Ты так же сидишь рядом со мной, сидишь рядом со мной, ты со мной дышишь. Будут выпущены 350 больных на домашнее лечение. Они будут среди нас. Они этого сами не хотят. И возмущенных в такой ситуации намного больше. Известно, что некоторым сотрудникам медучреждений города просто запретили участвовать в митинге. Тем не менее, 200 неравнодушных требуют от властей новое здание туб-диспансера. Причем в кратчайшие сроки. Напомним, за пару дней до народных волнений в Рубцовск приехал министр здравоохранения. Он предложил три варианта. Построить с нуля, найти другое помещение, либо отремонтировать действующее. Решение примут в конце декабря. Правда, стационар закроют уже 18-го. В интернете это уже называют геноцидом. Валентина Аскерова, Ева Левина, Дарья Черепанова. День с толком.